Буквально в четверг активисты, антикоррупционеры, члены общественных организаций и участники Харьковского Евромайдана пиктировали Червонозаводской суд. Среди основных требований – соблюдение открытости судов, искоренение коррупции, увольнение судей Сороки и Корикян, которые, по их мнению, недостойны выносить приговоры именем Украины. В частности, Наталье Корикян претензии были предъявлены из-за того, что она в составе коллегии оправдала начальника Краматорской милиции Александра Ковтуна, который, по данным следствия, способствовал входу террористов в город, а Максиму Корниенко отказала в открытии уголовного производства в отношении судей Волчанского райсуда Ирины Уханевой, которая назначила ему админарест за видеосъемку в суде. При этом уже сегодня Наталья Корикян должна была рассматривать жалобы того же Корниенко по поводу отказа областной прокуратуры в проведении расследования уже в отношении волчанских полицейских, причастных к админаресту. Не успев начаться, слушание закончилось. Корниенко заявила о недоверии служительницы Фемиды. 12 декабря мы обратились к прокуратуре Харьковской области с заявкой о складе злочин. 14 декабря нам никто не позвонил, если внесли или не внесли данный факт. И 14 декабря мы обратились к суду за искаргой на бездъяльность прокурора и обязательство прокурора внесли до единого рейсса досудного расследования. В данном случае я считаю, что судья Харьков не может рассматривать объективно мою справу. Напомню, 14 ноября в Волчанске Максим проводил видеосъемку открытого заседания, после чего по требованию судей Ирины Уханевой сотрудники местного райотдела вывели его из зала, как он уверяет, насильно. Позже был составлен протокол за неподчинение требованиям полиции и той же Уханевой вынесено самое строгое наказание – 15 суток ареста. Впрочем, сама же Наталья Карикян, которая вышла вершить правосудие после однодневного отпуска, была немногословна. Что же касается пикета и требований активистов об отставке, то сама Карикян сказала, что у нее нет комментариев. Вы что-то пикетировали, а как ваша позиция по этому вопросу? Они там какое-то требование написали фамилию судей Сорокки и вашу? Не знаю, у меня нет на это время. Пообщаться со второй судьей, значившейся в обращении пикетчиков Еленой Сорокой, журналистам не удалось. Ее помощница сообщила, что до января судья находится в отпуске. До конца рабочего дня материалы дела Корниенко будут переданы в канцелярию для определения судей, который рассмотрит его жалобу. Велен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости.